Храм во имя святителя Николая в деревне Солнечная гора Клинского уезда построили в ноябре 1879 года вместо старой деревянной церкви. Здание в псевдорусском стиле венчает пять куполов. Внутри церковь украшена росписью на сюжеты из священного писания и жития святителя Николая Чудотворца. В 20 веке храм не закрывался, а в начале 90-х годов при Никольской церкви открылась одна из первых благочинений воскресных школ. 18 декабря накануне праздника Николая Чудотворца в храме состоялась торжественная служба. По случаю юбилея в дар храму представители местной власти преподнесли подарок дарохранительницу. В приветственной речи было отмечено, что Никольский храм является настоящей жемчужиной Солнечногория и центром духовной жизни района. Я хотел бы в честь юбилея нашего с вами любимого храма от главы Солнечногорского района вручить в дар подарок дарохранительницу. Спасибо вас Господи, с праздником! На центральный престол она будет поставлена. Я думаю уже на словословие мы ее осветим и установим. Мы благодарим за чуткую заботу, за такие добрые слова. Антоний Терков в свою очередь вручил грамоты и благодарности нескольким прихожанам и служителям храма. 19 декабря на торжества, посвященные юбилею Никольского храма в Солнечногорск, с архипастерским визитом прибыл управляющий Московской епархией митрополит Крутицкий-Коломенский ювеналий. Его встречали руководители района, священнослужители, ученики воскресной школы и прихожане Никольского храма. На праздничное богослужение собралось около тысячи человек. ПЕСНЯ ПЕСНЯ В первой части богослужения владыка Ювеналий с древнегреческим возгласом аксию, что значит достоин, вручил главе района Александру Якунину благословенную грамоту. ПЕСНЯ За усердное искучение Святой Церкви глава Солнечногорского района Александр Владимирович Якунин награждается благословенной грамотой аксиос. ПЕСНЯ Затем митрополит произвел в сан священника и диакона двух служителей Никольской церкви. По окончании службы владыка вручил почетные грамоты, благодарности и другие награды ряду солнечногорцев, среди которых первый заместитель главы района Роман Калинкин, предприниматели, благотворители и простые прихожане, которые вложили силы и на протяжении лет заботились о благоукрашении храма. Медаль епархии и образ Николая Чудотворца для храма из рук митрополита получил благочинный церквей Солнечногорского округа протеерей Антоний Церков. Медалью московской епархии за усердное служение первой степени награждается благочинный церквей Солнечногорского округа протеерей Антоний Церков. И в знак нашей признательности и любви, от лица прихожан нашего храма и от духовенства, позвольте вам преподнести на молитвенную магию этот святый образ в честь святителя Чудотворца Николая, который был написан со списка иконы XIV века. Выступая перед прихожанами, владыка Ювенали поздравил их с праздником Днём Николая Чудотворца и 135-летием Никольского соборного храма. Я поздравляю вас с Днём памяти святителя Христова Чудотворца Николая, с престольным праздником нашего храма. Причастников и причастниц, поздравляю с принятием святого Христова Чудотворца Николая. Желаю вам хранить в своем сердце любовь к Богу и к ближнему и почаще придать молитве, которое помогает нам жить и нести нашу жизнь. В обращении к прихожанам владыка отметил, что в последнее время расплодилось очень много ложных религиозных учений и призвал всех хранить святое православие. Я призываю вас ближе быть к вашим пастырям, быть верными сынами и дочерьми нашей Святой Церкви, потому что она, насажденная тысячу лет тому назад, когда святой Руноапостольный великий князь Владимир и сам принял крещение и крестил Русь. И с тех пор наша земля по этому принципу именуется Святой Русью. Спасибо вам за ваши молитвы. Мы всегда вас ждем и рады вас видеть в Савском Господе. Затем митрополит Ювенали в сопровождении представителей районной администрации, священников и прихожан Никольского храма возложил цветы к памятнику «Скорбящая мать» в рекенцу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова